Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео я хочу посвятить своим пустым баночкам и бутылочкам. Соответствующая статья обязательно выйдет в моем блоге nikadon.com. В описании к этому видео я прикреплю все средства, а также ссылки на то, где я сама их купила. Итак, начнем. Первое средство, о котором я хочу поговорить, это эмульсия от фирмы Etude House из линейки Sun Jam. Все мы знаем фирму Etude House и известна она своим таким более юношеским подходом к косметике, очень милой упаковкой. Но здесь Etude House, мне кажется, замечательно поработали и привлекли к своей фирме любителей косметики более высокого класса. Во-первых, конечно же, самое интересное, чем отличается эта линейка от других линеек Etude House, это то, что она свободна от 10 вредных компонентов для нашей кожи, так называемый Tent Free. Эта линейка имеет очень лаконичный, такой, я бы сказала, медицинский дизайн. Линейка Sun Jam выходит в двух размерах. Это полноразмерные бутылочки, обычно, по-моему, по 120 мл. А также есть миниатюры, которые не являются пробниками, а вот именно миниатюры, такие travel size для путешественников и для тех, кто хочет просто попробовать эти средства и решить, подходят ли они для него или для нее. Объем таких средств будет 80 мл. Я же сразу решила купить полнообъемную бутылочку. Очень легкая эмульсия, как плотное-плотное молочко. Быстро впитывается, оставляет кожу напитанной, увлажненной и в теплое время года может заменить вам увлажняющий крем. Сама линейка Sun Jam не очень новая, она появилась весной 2017 года, но до меня дошла только сейчас. Еще один плюс этой линейки, это, конечно, ее бюджетность, которая присуща всем средствам Etude House. Следующее средство, о котором я хотела с вами поговорить, это очищающий бальзам для второго этапа умывания Moringa Cleansing Balm от фирмы E-Nature. E-Nature это корейская фирма, которая не тестирует свою косметику на животных, что в принципе неудивительно, а также не использует искусственных отдушек, ароматизаторов и парабенов. Несмотря на это, очищающий бальзам этой фирмы мне не понравился. У него довольно неприятный цитрусовый запах. Причем цитрусовый такой, который, мне кажется, присущ средствам для мытья посуды. Это средство не очень хорошо удаляло макияж, особенно плохо справлялось с тушью. И также вот этот метод нанесения лопаточкой меня уже просто начинало утомлять. И я решила, что нет, больше никаких очищающих бальзамов не будет. Буду только средствовать с задатором-помпой. В составе экстракт семечек маринги-карлатто-семянный, масло вечерней примулы, масло сафлоры и другие природные экстракты. Они стимулируют выработку коллагена и делают кожу более гладкой и мягкой. Этот бальзам фирма E-Nature позиционирует как лучший бальзам для возрастной кожи. PH у него на уровне 6. Вам решать, стоит ли вам попробовать это средство или нет, я не планирую покупать его повторно. Следующее средство, о котором мы поговорим, это мист от фирмы Iwamisa. Он называется Organic Flowers Olive Leaf Mist Natural Fermentation. Это ферментированный мист с экстрактом ферментированного листа оливы. Купила я его, во-первых, потому что мне нужен был хороший мист. Это мист небюджетный, довольно дорогой. И мне очень понравилась его упаковка, где прямо листики оливы вставлены в сам мист. Похожая система есть у фирмы Olu, где они вставляют листики, цветочки прямо внутрь миста. С фирмой Iwamisa у меня отношения сначала не сложились. Когда я купила себе крем для кожи вокруг глаз, я не смогла им пользоваться ни разу, потому что как только я его наносила, у меня жгло кожу ужасно. И здесь вопрос, кстати, о натуральной косметике. Сегодня все говорят о том, что нужно пользоваться только натуральной косметикой, забывая о том, что если косметика на самом деле натуральная, полна натуральных экстрактов, то повышается риск аллергичности этих средств. Крем для кожи вокруг глаз совершенно не пошел. Я его отдала маме, она пользовалась им с большой радостью и удовольствием. Очень легкий, хороший крем. Но когда я купила мист, ситуация примерно повторилась. Мне неприятно жгло лицо, и мне не очень нравился запах. Я отдала опять же этот мист маме, но она почему-то не стала им пользоваться, а предпочла мист Innis Free, я ей покупала. Опять перекочевал ко мне этот мист, я решила, что нужно найти для него какое-то применение. И я стала использовать его с кушоном, то есть просто пшикала этот мист в кушон. И вы знаете, это была фантастика. Я как раз тогда пользовалась кушоном от Claris Mochi BB Cushion. И супер! Такой был наполненный влагой кушон, давал идеальное покрытие, кожу охлаждал. Очень долго у меня было ровное, гладкое, замечательное, влажное лицо. Поэтому очень советую мист от Voivisa. Особенно в комбинации с кушоном Claris. Следующее средство, девочки, я не помню, может быть я говорила о нем уже, но быстренько пробегусь. У меня финально уже окончательно закончился J1 Jelly Pack. Это такое интересное средство, некоторые называют его клеем для тональной основы или для кушона. И J1 Jelly Pack это очень интересная такая клеево-гелево-медовая текстура. Она замечательно ложится и замечательно удерживает нанесенную до этого влагу. То есть все те этапы, которые вы провели до J1 Jelly Pack, они будут как бы ей запечатаны. И потом, когда будет нанесено тональное средство, ни грамма влаги не уйдет из вашего лица. И тональный крем будет держаться дольше. Единственная проблема этого средства в его нанесении, его нужно наносить движениями ток-тока, о котором мы говорили недавно в словаре корейской красоты. Если вы будете наносить его обычными тянущими движениями, то оно будет скатываться и макияж пойдет на смарку. Поэтому я не планирую покупать J1 Jelly Pack повторно, но к фирме J1 у меня большой интерес. Я до сих пор пользуюсь их камсульным кремом и купила недавно даже маску. Следующее средство, о котором я хочу поговорить, это средство от фирмы, к которой я отношусь очень прохладно. Но мне его подарили в комплекте еще с несколькими средствами. Это фирма Елизаветка и их CF Nest 97% B-Jow Serum. Вы знаете, мне очень редко что-то присылают. Наверное, присылали два раза всего. И когда мне предлагают что-то подарить, например, сайт Wish Trend мне что-то дарит, или вот Елизаветка один раз мне подарили, я всегда соглашаюсь, я подарки с радостью принимаю. Если же мне говорят, что давайте мы пришлем вам что-то на обзор, я обычно отказываюсь. Поэтому это был подарок. И из всех средств, которые мне были подарены, вот эта сыворотка единственная, которую я использовала почти до конца. Эта сыворотка на 97% состоит из экстракта ласточкиного гнезда. Позиционируется как, конечно же, разглаживающая морщины, увлажняющая антивозрастная сыворотка. В принципе, в фирме Елизаветка, несмотря на всю мою признательность и благодарность за то, что мне были подарены некоторые средства, я бы не стала выбирать фирму Елизаветка, если вы ожидаете реального антивозрастного эффекта. Но это очень хорошая увлажняющая сыворотка. Во-первых, у нее нет запаха. Она быстро впитывается, на первые три минуты оставляет легкий липкий такой слой, но потом он исчезает. И этой сывороткой мне очень нравилось пользоваться экстракт ласточкиного гнезда. Это очень интересный компонент. У меня был, кстати, с ласточкиным гнездом, у меня были патчи для кожи вокруг глаз, но тогда я совершенно не заинтересовалась самим этим компонентом. Оказывается, ласточкиное гнездо, это реальное ласточкиное гнездо, которое добывается в Азии совершенно таким же способом, как добывалось несколько веков назад. Ласточкиное гнездо в Китае считалось вообще супер лечебным компонентом, который, помимо всего, еще увеличивает потенцию. Поэтому при китайском операторском дворе это был просто ходовой продукт. Ласточкиное гнездо до сих пор является таким, скажем, деликатесом в Азии. Во-первых, его продают в специальных наборах, которые принято дарить на различные праздники. Считается, что оно очень хорошо влияет на иммунитет, и также есть даже суп из ласточкиных гнезд. Вернемся к сыворотке Лизаветка. Как такую хорошую средненькую сыворотку бюджетного класса я могла бы ее, в принципе, советовать. Я хочу вам показать двух некорейцев. Я говорила как-то уже, и повторюсь, что в видео Марии Серд я услышала, что Маше советует массаж сухой щеткой. Провела свое исследование, посмотрела еще миллионное одно видео здесь на ютубе про массаж сухой щеткой и начала его делать. Я купила себе щеточку в магазине The Body Shop вместе с вот этим маслом Thai Lemon Grass Massage Oil и стала делать сухой массаж. Если кто-то еще не в курсе, что такое сухой массаж, массаж сухой щеткой, обязательно проведите свое исследование. Я вам хочу сказать, что никогда-никогда в жизни у меня не было такой ухоженной кожи на ногах, на спине, как у меня сейчас. Поэтому замечательная процедура, очень расслабляет на вечер самое то. И после душа на влажную кожу я наносила вот это масло. По запаху оно мне не понравилось, по текстуре очень хорошее. Думаю, что это может быть любое, в принципе, масло. И еще одно масло, которое я наконец-таки закончила, это Bio Oil. Это масло, девочки, если кто-то им пользовался, напишите мне, пожалуйста, ваше мнение. Но пару лет назад, ну, до года два назад, я помню, что одна девочка, которую я смотрела на ютубе, ее зовут Мими Икон, вдруг кто-то смотрит на английском у нее видео, она просто очень активно рекламировала это масло и говорила, что оно прекрасно убирает растяжки. Итак, у меня есть растяжки, и я, конечно же, хочу их убрать. Это масло на мне не имело вообще никакого эффекта. Если вдруг вы сейчас смотрите это видео и вам хочется избавиться от растяжек, то это точно не с помощью этого масла. Вот, извиняюсь за такое некорейское отступление, но хотела эти два масла показать. Следующее средство будет кореец, это патчи для кожи вокруг глаз от фирмы JM Solution, они называются Golden Cocoon Home Aesthetic Eye Patch. Ничего не могу сказать про эти патчи хорошего. Несмотря на то, что я их полностью использовала, у меня, к сожалению, не осталось ни одного патча, чтобы вам продемонстрировать. Патчи более крупного размера, для меня слишком мокрые, слишком пропитанные эссенции, реально вот так вот съезжали у меня по щеке, что мне, конечно же, не понравилось. Я говорила, что мне очень нравятся патчи от фирмы Bevisum с плацентой, они просто вот крепятся к лицу и замечательно держатся. Сегодня у меня появились новые патчи, я пока ими не пользовалась, но обязательно с вами поделюсь. И недавно я попробовала патчи от фирмы Tool Cool for Skull с экстрактом кокосового масла. Вот это, девочки, вещи, они большие, вот закрывают вот так вот просто половину скулы, прекрасно держатся, замечательно, божественно пахнут. И эффект дают сразу же яркие, заметные такие патчи перед выходом в свет. Вот это патчи-патчи. Эти средненькие, если вы сейчас пользуетесь или если вы уже купили ничего, я думаю, катастрофичного нет, нормальные средние патчи, но повторно я бы их не купила. Кушон от Klairs Mochi BB Cushion. Я говорила уже о нем, когда мы говорили про Mist от Womisa. Это очень хороший кушон, дает прекрасный тон. И у этого кушона еще две особенности. Во-первых, у него есть срединный клапан, как у всех кушонов, но у Mochi BB Cushion этот срединный клапан двигается и герметично закрывает кушон. У меня в первую же неделю этот срединный клапан отломался. Когда я написала Wish Trend со своей проблемой, мне сказали, что я такая единственная, ни у кого больше ничего не ломалось. Поэтому я купила себе второй кушон от Klairs и он до сих пор у меня жив. Может быть, мне не повезло, это был бракованный. И еще одна особенность этого кушона заключается в том, что вам дается аж два сменных блока. То есть в плане цены это очень выгодный кушон, очень экономичный. И сменный блок выглядит вот так. Вам дается отдельно спонж, в который вы наливаете отдельно выданный вам тональный крем и отдельно новый спонж для нанесения. Честно вам скажу, что когда я сменила блок вот таким образом, сама залила тональную основу в спонж, сама его пропитала, он пропитался мне не так хорошо, как это, я думаю, было сделано изначально на производстве. Здорово ли так пропитывать кушон? Наверное, все-таки лучше делать это вместе с мистом. Но в любом случае, отличный кушон, два сменных блока, выгодная цена. И последние два средства, которые я хочу вам показать. Наверное, скажу сначала про Klairs Rich Moist Soothing Cream. Мне не понравился этот крем. Крем позиционируется производителем как лучший многофункциональный увлажняющий крем для обладателя чувствительной кожи на все 4 времени года. Это не так, по моему мнению. Это не так для моей кожи, это точно не так. Крем очень плотный. Его текстура просто не позволяет ему быть замечательным кремом на протяжении всего года. Для весны и лета он не подходит для меня совершенно. Когда началась весна, я стала использовать его как крем для локтей и коленей. На различных сайтах типа I Recommend очень много положительных отзывов на этот крем. Я когда их читала, я прям удивлялась. Думаю, неужели правда кому-то так нравится этот крем? Не могу советовать его вам и сама не планирую покупать его повторно, только если Клэрис не изменит текстуру, не изменит вообще подход к этому средству. И последнее средство, которое я очень люблю и покупаю уже несколько раз, это эссенция из линейки Time Revolution от фирмы Миша. Это эссенция, которую я называю FTE, эссенция First Treatment Essence, Intensive Moist. Это высококонцентрированная эссенция. В составе здесь гималайский фиолетовый ячмень и экстракт дрожжей. Несмотря на то, что часто у Миши бывают такие обширные составы, которые занимают пол листа А4, здесь состав довольно лаконичный, эссенция очень жидкая, просто как вода. Ее кто-то на отзывах называл живой водой, я полностью согласна. Это такое средство, которое имеет накопительный эффект, вы после первого применения подумаете, что это такое правда вода. Но когда вы его отмените, вот тогда вы поймете, что вы видите разницу и начинаете скучать по вот этой эссенции. Я считаю, что эссенция FTE наносится до тонера, хотя кто-то считает иначе. Для меня First Treatment идет сразу же после двухвазного умывания или любого другого умывания, которое вы предпочитаете. Я эту эссенцию обожаю и буду ее покупать еще раз и еще раз. Сейчас летом на июль-август я скорее всего ее отменю, а вот с сентября обязательно начну ей пользоваться еще раз. Она дает великолепное увлажнение и какую-то такую бархатистость кожи. Я надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Надеюсь, оно убережет вас от ненужных покупок. И я желаю здоровья и сияния вашей кожи. Мы увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok